Шокирующие новости из Алматинского зоопарка. Тигрица Куралай, которая страдает от пневмонии, местные ветеринары советовали усыпить. Однако свежие снимки животного говорят об обратном. Дикая кошка еще жива, но вся в язвах и пролежнях. Как утверждает бывший сотрудник зоопарка, сейчас ее пытаются лечить шаманы. Правда, очень жутким способом. Фотографии и видео из Алматинского зоопарка взбудоражили казахстанцев не на шутку. На кадрах видно, как тигрица Куралай лежит без движения в язвах и пролежнях. Мы решили разобраться в причинах случившегося. А в этот момент неравнодушные граждане уже собирались у главного входа в зоопарк. Актер Нуртас Адамбаев в своем инстаграм-профайле также решил кинуть клич. В итоге около 30 человек пикировали местную администрацию. Реально сделать, как-то помочь, то, наверное, все-таки надо поднять свою пятую точку с дивана и пойти, на самом деле, попытаться разобраться. В этот раз руководство зоопарка было вынуждено отвечать на вопросы, которые задавались в лоб и без капли снисхождения. Всех волновало одно – кто довел тигрицу до такого состояния, кто будет отвечать за это и при чем тут шаманы? На протяжении пяти месяцев болеет. Это не секрет. Ситуация стабильно тяжелая. Я думаю, что это рецидив прошлогодней болезни. На вопрос, почему больное обездвиженное животное до сих пор не усыпили, мы услышали воодушевляющий ответ. Взять на себя ответственность усыпить тигрицу не могу, потому что несколько ветеринарных врачей приходят, говорят, мы поднимем. Убеждают и настаивают на том, что надо продолжать лечение, что есть шанс. Как оказалось, куралай – не единственное животное, которое страдает от инфекции. У нас выявляется такая картина, что из 24 у нас 11 являются носителями различных вирусов и инфекций. Ответственность на себя нынешний директор зоопарка брать не хочет, ведь ему передали зверинец в таком состоянии полгода назад. Но отказаться от предложенной помощи со стороны граждан он не смог. Я согласен, если народ будет помогать. Мы сейчас будем разрабатывать проектно-сметную документацию на реконструкцию нашего экзотариума. Сейчас активисты, которые присутствовали на мирном пикете, запускают акцию с хэштегом «Сос Куралай», чтобы лично следить за состоянием дикой кошки. А также призывают казахстанцев дождаться расходной сметы от зоопарка, чтобы начать сбор средств на помощь местному зверинцу. Обещают, что данные о поступлениях и расходах будут прозрачнее, чем вольеры. Яна Пучкова, Дорин Мергалиев, Новости Ревю.